Здесь всегда вопрос разделения границ ответственности возникает. Соответственно, рекомендация, есть на любом производстве документы, которые разделяют зоны ответственности. До какого момента оборудование находится в составе цеха и с какого момента оборудование уходит в состав общий цеховой. Всегда есть документы у тех самых механиков, у энергетиков, которые им позволяют разделить зону ответственности. Поэтому наша задача при этапе описания ВДО не выдумывать, где у нас заканчивается аппарат, а найти документ, который показывает, что аппарат заканчивается задвижкой отсечной, например. И это попадает в цех, который мы описываем. Опять-таки, иллюстрации здесь. Это классификаторы. Классификаторы оборудования. Некий пример визуализации, как это можно в виде таблиц связанных построить. Есть все классы оборудования. Соответственно, в каждом классе описано то оборудование, которое вы ищете. Есть подклассы. Здесь кратко скажу момент, что при создании классификаторов есть еще такое понятие, как принцип классификации. Идея такая, что при создании этого классификатора необходимо выбрать тот принцип, по которому будет построен весь классификатор оборудованием. И, соответственно, это упростит вам дальнейшим поиск по этому принципу оборудования. Что такое принцип классификации? Есть оборудование по конструкции. Есть определенные конструкционные особенности этого оборудования. Есть условия применения, то есть среды, температуры, внешние факторы, которые не связаны с конструкцией. Есть с точки зрения технодзора, определенные классификаторы опасных и властных объектов. Есть с точки зрения финансистов, бухгалтерии, основные средства и ОКОХ. Опять-таки задача вашей проектной группы на старт это договориться с этими всеми коллегами, какой принцип классификации будет основной, а какой будет дополнительный. Так вот, по нашей практике, в основу классификатора БДО, как мы говорим, базы данных оборудования, лежит конструкция. Поскольку именно от этого, с точки зрения ТАИРа, устроена система планирования ремонтов, исходя из замены основных углов деталей этого оборудования, нам важнее знать, как устроен объект, чем в каких условиях он находится. То есть это основной классификатор, именно сама конструкция. Ну, соответственно, имея классификаторы объектов, вы можете строить различные схемы создания атрибутов, то есть именно навешивать, как мы говорим, атрибуты на определенный класс оборудования. Опять-таки здесь отмечу, это не сами атрибуты, это значение, это именно набор, то есть какие возможные атрибуты в паспорте, например, в вентиляторах. Соответственно, понятно, что набор атрибутов для вентиляторов разный, чем для локомотивов, для тепловозов. Поэтому, с точки зрения, опять-таки, описания объекта в базе данных, важно иметь шаблон, которым эти правила описаны до момента создания непосредственно карточки объекта. Ну, да, здесь некая визуализация, это понятие общей атрибуты, то есть атрибуты характерны для всего оборудования данного класса, всех классов. Ну и специфические атрибуты на класс. Я думаю, что это понятно, потому что очень многие проектные группы, они забывают момент, и, соответственно, атрибуты создаются сразу на объекте, где не группируются по каким-то общим признакам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова